Раздел 5. Несистемные элементы. Теоретик. Теперь, когда вы уже многое знаете о власти и готовы видеть ее за каждым кустом, самое время остановиться и перевести дух. Оглянуться вокруг и подумать, сколько вокруг вас обычных людей, а сколько человек власти. Читатель. Трудно сказать. Когда я начинал читать книгу, я их вообще друг от друга не отличал. Да и как их распознать? Нет, не говорить о власти. Главное правило власти. Теоретик. Тогда зайдем с другой стороны. Попробуйте прикинуть, сколько властных группировок или похожих на них команд вы встречали в своей профессиональной карьере. Сколько среди ваших коллег и знакомых было людей со связями, которых продвигали на должности неким покровителем? Читатель. Ну, если подумать, то с парочкой группировок я точно сталкивался. Хотя нет, в одном случае продвигали просто родственник, это не считается. Но одна группировка точно была. Теоретик. Сделаем следующий шаг. А сколько разных людей вы встречали за это время? Тысячи. Не правда ли? Вот теперь у вас есть два числа. И поделив одно на другое, вы можете получить весьма близкую к истине оценку количества властных группировок. Одна на тысячу человек. Читатель. Это что же получается? Властных группировок так мало на всю воску каких-то десять тысяч? Теоретик. Видите ли, эти десять тысяч властных группировок, они десять тысяч оппозиционеров на митинги. Власть – сложное, дорогостоящее занятие, которое может позволить себе далеко не всякий. Вы ведь помните, что уже сузеренов первого уровня, у которых в подчинении нет сузеренов, а только вассалы, некогда заниматься своей официальной работой. Доходы им должны обеспечивать какая-то организация, частая или государственная, которая контролирует властная группировка. И чтобы обеспечить достойные для сузерена доходы, организация эта должна быть достаточно крупной. Итак, теперь у нас есть приблизительная оценка количества властных группировок. Чтобы узнать численность окружающих вас людей власти, достаточно умножить это количество на среднюю численность группировки. Читатель А, кстати, какая у нее средняя численность? Типичная группировка – это сузерен и один вассал, как в портале. Или пирамида с кучей уровней, как у каких-нибудь Ротшильдов. Теоретик, прежде всего заметим, что мы не знаем численности группировок в портале. Мы знаем только две пары сузерен вассал, а сколько всего было вассалов, например, у банкира, или сколько было вассалов у самого Ашманова, так и осталось неизвестным. Точно так же невозможно узнать настоящую численность и любой другой группировки. Нам станут известны лишь некоторые ее представители, засветившиеся в каких-то операциях, а все остальные так и останутся в тени. Поэтому мы обратимся к экспертной оценке нашего уважаемого практика. Практика. Давайте прикинем. У сузерена в среднем может быть до 10 вассалов. Это нормальное количество. Грубо говоря, 3 бывалых вассала, 3 вполне работоспособных и 3-4 новичка. Тогда нормальная властная группировка с выходом на федеральное правительство, а это минимум 3 уровня сузеренов. Например, министр, президент компании, смотрящий или сотрудник администрации президента, губернатор, директор предприятия. Должна была бы состоять из тысячи человек. Но в реальности не все вассальные цепочки тянутся до последнего уровня. У новичков может и вообще не быть вассалов, а такие новички есть на каждом этаже пирамиды. Так что у самого верхнего сузерена есть длинные вассальные цепочки, а есть короткие. И в результате настоящая властная группировка состоит примерно из 150 человек. Но это настоящая группировка с выходом на самый верх, а есть еще ограниченные группировки, например, на крупном предприятии, замыкающиеся на директора или владельца, как в портале. Их размеры значительно меньше, вплоть до нескольких человек и одного уровня. Но зато самих таких группировок значительно больше. Как правило, на одной верхней группировке более высокого уровня всегда находится конкурирующая за тот же ресурс неполная группировка. Условно, в любом более или менее новой управленческой конторе почти всегда есть вид большой группировки, например, восходящая к крупному инвестору. А есть ограниченная группа, замыкающаяся на младших партнеров, например, генерального директора или главного специалиста. Иногда они жестоко конкурируют. Есть довольно много историй про то, какую инвестору или контору. Хотя, если он возьмется за ситуацию всерьез, шансов у него противников будет мало. А есть еще и другие малые группировки, например, бывшие ветви какой-то старой группировки, которая лишилась верхнего сузерена. Они куда более настоящие, чем ограниченная группировка на предприятии, но не имеют выхода на верхние уровни власти. Такие группировки могут существовать довольно долго, но подняться вверх могут только в том случае, если их подхватит какой-нибудь соратник бывшего сузерена. Или же сузерен такой группировки сделает карьеру, шансов на которую без поддержки сверху достаточно мало. Вот теперь мы можем примерно подсчитать среднюю численность группировки с учетом их разноуровневости. На одну настоящую группировку 3 уровня 150 человек придется 5 неполных группировок второго уровня 30 человек. И 25 совсем уже маленьких одноуровневых группировок 5 человек. Всего получается 31 группировка и 150 плюс 150 плюс 125 равно 425 человек. Или примерно по 14 человек группировки. Учитывая, что среди них есть совсем уже начинающие вассалы, которых называют людьми власти преждевременно, мы получим простое соотношение. В среднем 10 людей власти на одну властную группировку, в ограниченных в мире меньше, в настоящих больше. Поскольку мы уже вывели соотношение 1 к 1000 для численности властных группировках, получим, что для людей власти оно составит 1 к 100. А теперь мы повторим этот результат отдельной строкой. 1% населения вокруг нас люди власти, остальные 99% обычные люди. Практик. Это верно в среднем. Но в реальности очень сильно зависит от окружения. Для провинции 1%, даже завышенная оценка. А вот в столице людей власти побольше. Если же взять правительство или администрацию президента, то там почти 100% служащих являются людьми власти. Другим там делать просто нечего. И еще. Из оставшихся 99% примерно 2-3% что-то слышали про какие-то властные группировки. Эти 2-3% и составляют тот самый шлейф. Теоретик. Подведем итог. Поскольку вы еще не в правительстве, абсолютное большинство людей вокруг вас обычные люди. Поэтому человек власти должен хорошо себе представлять, что с ними делать. Прежде всего, нужно различать две принципиально разные ситуации. Когда человек, не тянущий работу во власти, каким-то образом все же попал в вашу группировку. И когда он остается за ее пределами. В шлейфе или просто в штате организации. Второй случай обычно не вызывает особых проблем. Например, если не у вас, не у вашего сюзерена, не от наберений сделать человека своим вассалом, отношение к нему становится сугубо формальным. Вот оклад, вот должна стать инструкция, вот менеджер, который контролирует результаты работы. Лучше, если менеджер при этом такой же наемный работник, держащийся за свое место. Технологии управления, которые мы упоминали в самом начале главы, как раз для этого и созданы. Афоризм, гусариня, друзьям все, остальным закон, является лучшим руководством для работы с обычными людьми. Другое дело, если такой обычный по своему характеру человек каким-то образом попал во властную группировку и лишь потом выяснилось, что ее взаимодействие с ним создает определенные проблемы. Вот таких людей мы называем не системными элементами и на работе с ними следует постановиться отдельно. Описанное при предыдущих разделах конструкция власти носит удивительно красивый регулярный характер. Выстраивается дерево, для удобства его проще рисовать растущим лиц, который непрерывно растет на каждом этаже, сохраняя собственную структуру. Но на практике, конечно, регулярность серьезно нарушается за счет наличия не совсем системных, то есть не помещающихся в регулярную структуру дерева элементов. Их достаточно много, поскольку исключения сложно типизировать, но в общем сводятся к следующим основным типам. Вариант первый. Член группировки, занимающий довольно высокий пост и отказывающий быть сужеренным. Это часто связано с личными качествами и, как правило, сочетается с яркими, узкопрофессиональными талантами. А иногда ему просто не доверяют. Если среди его предыдущих фасадов слишком много оказалось врагов или шпионов. Вообще говоря, такая ситуация не очень интересна. Группировки выбывают исключения. Например, такой человек занимает очень важный профессиональный пост. Такое его свойство ставит под угрозу контрольного группировки над соответствующей сферой в случае его ухода. И приходится умереться с его недостатками. Тогда группировка должна выдвинуть в ту часть административной системы, которой руководит такой человек другого своего представителя. Это человек может не занимать высокий пост. Например, быть секретарем или помощником. Хотя может стать и заместителем. Его главная задача находить новых членов своей команды. Такой человек может вообще не готовиться по профессиональной части. У него очень узкие обязанности. Совместно со своим руководителем подыскивают новых членов команды. И ввести их в чисто политические позиции. И ввешиваясь в профессиональную часть, которая идет через начальника. Такое разделение обязанностей сюзерена, которое одновременно является и профессиональным начальником в обычной жизни, неестественно и быстро заканчивается. Но в виде исключения бывает. Существует еще один вариант этой схемы. Этот профессиональный пост, который занимающий отгруппировки, настолько велик, что его профессиональные обязанности занимают все его время и не оставляют возможности для более или менее квалифицированной вербовки новых сотрудников. Тогда он выбирает из своих вассалов, именно из них, а не из простых подчиненных, несколько человек, которые являются фильтром первичного отбора персонажей. То есть эти люди выступают как сюзерены в отношении к новым членам команды, но изначально позиционируют себя как вербовщиком, в задачу которой входит вывод нового человека на своего начальника. Если тот его устраивает, то отношение с сюзерен-вассал развивается в нормальном режиме. Если же нет, то временный сюзерен становится постоянным. В любом случае такая ситуация требует наличия у группировки специфических людей, у которых профессиональные обязанности связаны с работой внутри в разной группировке. Во время СССР была такая профессия – кадровый пальтопарадчик. Такие люди никогда не занимают высокие профессиональные посты, они ничего не умеют. Но внутри в группировке имеют достаточно высокий командный рейтинг. Так вот, такие люди не могут сами становиться нормальными сюзеренами, поскольку их работа, по большей части, сосредоточена внутри команды. А вассалов нужно искать у нее. Даже в том случае, если они выполняют функции вербовщиков, все равно они могут быть полноценными сюзеренами, потому что вербуют новых вассалов, а не подконкретных сюзеренов. Рано или поздно, конечно, они каких-то вассалов набирают, но это вид политической команды явно второго сорта. В случае ухода такого сюзерена, Петт самостоятельно не выживает, ее разбирают другие команды, причем на самом низком уровне. Вообще, внутрикомандные управленцы в нормальной ситуации являются персонажами второго сорта. Только в условиях ослабления политических игр, типа нашего застоя, они вылезают на первые роли. Теоретик. Наверное, нужно выяснить, почему аппаратчики выдвигаются на первые роли именно в условиях застоя. До сих пор мы рассматривали власть исключительно, как игру между людьми власти, задолженности и ресурсы, как бы падающие слева. Но на практике ресурсы возникают от работы какой-либо внешней по отношению к власти системы, корпорации, государства, международной организации. И этой внешней системой тоже требуется управлять. Для чего не выстраивается профессиональная иерархия. Если во главе такой системы окажется человек с низкой профессиональной квалификацией, система начнет загнивать, и потом генерируемых иерархий ресурсов уменьшится. Или хуже того, систему просто сожрут внешние архи. Разумеется, правящей группировке это не понравится, и будут сделаны соответствующие выводы. Но если правящая группировка перестает обращать внимание на уменьшение потока ресурсов, например, силу возраста, старики меньше словно что-то менять, чем молодежь. И возникает застой. И выступает время аппаратчиков. Они лучше других умеют работать с кадрами и продвигать своих людей. В результате профессионально-компетентные люди власти буквально вымываются из правящей группировки и ее возможности по управлению государством, компанией, организацией падают ниже плинтуса. Результат этого, как правило, плачевный. Лишившись подносящей ресурсы организации, группировка понимает. Практика. Вариант второй. Парашютисты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова